После омолаживающей обрезки в Челябинске гибнут тополя. Деревья начали засыхать. Общественники уверены, что растения срезали неправильно. Теперь от когда-то зеленых насаждений остались стволы и ветки. В ситуации разбиралась Эльвира Хафизова. Второй практически погиб, потому что в верхней части неправильная была опиловка. Произошел обрыв коры на достаточно большой территории. И это стало воротами для инфекции и привело к гибели ствола. Биолог Павел Попков констатирует, дерево к жизни не вернуть. А могло бы цвести и пахнуть еще полвека. И такая судьба ждет практически все обрезанные тополя на улице Доватора. Коммунальщики хотели как лучше, а получилось как всегда. Растение погибло из-за неправильной обрезки. Биолог уверен, так сильно их обрезать было нельзя. Такие крупноствольные экземпляры вообще не подлежат глубокой обрезке. То есть эта практика вообще для деревьев с толщиной ствола существенно меньшего диаметра. Но у этой истории есть и вторая сторона. Старые деревья могут упасть на машины, а во время молнии рухнуть на людей. Однако пилить без посредствий можно только совсем юные деревья, когда толщина ствола не превышает 5 сантиметров. Взрослые растения будут обречены на смерть. Министерство экологии курирует этот вопрос. Ежегодно на обрезку старых деревьев ведомство проводит тендер. К делу подключают подрядчиков частные компании. Зачастую они свою работу выполняют некачественно. Зачастую есть компании, которые не добросовестны, которые снижают цену по максимуму и проводят неграмотную обрезку. То есть как хотят. Такие работы может администрация и не принимать. И не оплачивать за эти работы этой организации, которая это сделала. Однако мнения горожан в вопросе, пилить или не пилить, разделились. Если одни категорически против обрезки, другие наоборот. Видят в этом только плюсы. Конечно, когда вот такое вот настоящее натуральное дерево, но тут, конечно, как пенек и все. Ну вообще-то обрезали всю жизнь, не гибло ничего. Если честно, то они вообще-то староваты. Здесь можно было бы что-то посадить свежее. Сейчас экологические активисты требуют прекратить проводить обрезку деревьев и собираются написать жалобу в прокуратуру.